Безопасный ли наш город Шимкент? Как помочь власти? Такую цель поставила перед собой молодежь Шимкент. На сегодняшний день, по официальным данным, Шимкала является одним из самых безопасных городов в стране. Сюда доступ разрешен не для всех. Это областная прокуратура. Здравствуйте. Но нам сегодня удалось попасть в это здание. С первого взгляда, неприметные ничем стены и необычные картины. Как живет прокуратура, как здесь проходит работа, мы узнаем прямо сейчас. Организаторы встречи дали направление. Представители власти рассказывают, как ведется работа. И пошагово объясняют, как сделать так, чтобы наш город был самым безопасным. Полицейская служба рассказывает о проделанной работе за квартал. За это время было сделано немало. За три месяца 2017 года сотрудникам полка дорожной патрульной полиции выявили нас свыше 30 тысяч правонарушений, на которые были составлены административные подокола. Юпроджект – проект, который призывает каждого жителя Шимкента активно участвовать в жизни города. Не просто сидеть, а стремиться строить будущее мегаполиса вместе. В проекте несколько направлений. Юталк – один из пяти направлений. Ты говори, следующее – ты патрулируй, ты присоединяйся, ты помоги, ты путешествуй. Юталк был запущен первым. В прокуратуре проект поддержали. Молодежь надеется, что и другие ведомства поступят так же. То, что сегодня молодежи собираются делать, это нас вполне устраивает. Я считаю, что это мостом между прокуратурой, или полицейскими, или властью. То есть, когда молодые ребята уже созрели, и они хотят решать проблемы региона, это настолько радует. Потому что мы своих профессиональных прокуроров этому призываем, воспитываем их, учим, как это делать профессионально. А молодежь сейчас пообщается с ними. Они, несомненно, будут делать то, что они сегодня наметили. Поэтому, я думаю, будет толком. На презентации проекта присутствуют простые жители. Одни говорят о своих проблемах, другие предлагают свою помощь. Есть и те, кто воочию смог увидеть чиновников и задать свои вопросы. Сегодняшний проект дает нам такую площадку, площадку, где молодежь может представить свои мысли, какие-то предложения по улучшению жизнедеятельности города, безопасности, конечно, в основном. И сегодня, я думаю, это не первый раз проходит. Будет еще дальше продолжаться на разных площадках. Может быть, сегодня в прокуратуре, завтра в Акимате, в полиции. И горожанам очень интересно будет, и им тоже подадут импульс, чтобы застроучаствовать, элементарно благоустроить свой двор, чтобы он был светлый, чтобы безопасно было передвигаться с детями при вечернее время. В прокуратуре идут реформы. Девиз один. Ближе к народу, доступность и открытость. Проект «Безопасный город» планируется реализовать вместе с населением. В основном это молодежь, активная, дерзкая, решительная и уверенная в себе, которая стремится сделать свой город лучшим. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Как вы знаете, идет колоссальная работа по части развития города, как третий мегаполис, развивается наша инфраструктура. Но, к сожалению, с культурной части, с культурно-образовательной части мы немножко отстаем от других городов, как Алмата, Астана. И мы думаем, что нам нужны такие проекты для того, чтобы нас считали как третьим мегаполисом, третьим городом Казахстана. И чтобы мы открыто показали это все, как мы развиваемся, показать молодежь, нашу активную молодежь, которые вполне могут стать людьми, которые, как мы называем на английском, это global citizen, то есть человек с глубоким мышлением. Мы к этому и идем. И благодаря Думы и этим проектам у нас все получится в скором времени. Впереди масса проектов, разные направления, где будут обсуждаться проблемы и достижения. Ю-Проджект хочет дать возможность народу быть ближе, стать мостом между населением и властью.